И мы с вами будем сейчас опять плести ситцевым плетением одной трубочкой. Почему? Потому что мы сейчас будем делать заднюю стенку нашей корзинки выше, чем наша передняя, за счет укороченных ситцевых рядов. Мы доплетаем до угловой стойки, но сейчас мы нашу угловую стойку оплетать не будем. Мы развернемся на одну стойку раньше, то есть вот на предпоследней стойке. И пойдем плести в обратную сторону. Наращиваться, все то же самое. И мы будем с каждым рядом уменьшать количество стоек, оплетаемых нами. И за счет этого будет плавный подъем создан. Главное никуда не торопиться, все смотреть внимательно. Не видео я имею ввиду, а именно на свое плетение. Вы когда плетете, будете внимательно смотреть. И все будет получаться. Все, вот опять сейчас я вот здесь трубочку наращу, и мы, не доходя до угловой стойки, развернемся и пойдем в обратную сторону. Так, вот мы идем с вами второй рядочек, вот видите, первый рядочек у нас на второй стойке закончился. И сейчас мы оборачиваем уже на третьей стойке. Оборачиваем третью стойку и пошли опять в обратную сторону. И вот с каждым разом у нас становится все выше наша задняя стеночка, и плавно к ней идет подъем. Вот они, вот смотрите, да, вот угловая наша стойка, первая, вторая, вот уже за третью. Я уже огибаю третью и возвращаюсь назад. И мы таким образом дойдем до нашей угловой стойки. Последний рядочек. Заворачиваемся мы вот сюда, вокруг уже угловой стойки. Все, вот, и доплетаем до середины. Помните, да, что мы с середины начали. У нас рядочек начинается и заканчивается где-то примерно посередине задней стенки. Вот сюда мы прибежали. Вот с этой стороны тоже вот. И теперь, чтобы у нас вот эти вот этажи, вот ступеньки, да, чтобы ступеньки сравнять, нам нужно сделать три рядочка обычной прямой веревочки. Нам нужно будет добавить одну трубочку. Придется подклеить. И подклею я вот между стойкой и трубочкой. Вот сюда я подклеиваю. И начинаем плести веревочкой. И вот сейчас давайте посмотрим, как это все у нас будет выглядеть. И вот, да, вот теперь красота. Так, мы спрели три рядочка простой веревочкой. Вот на боковой стенке очень хорошо видно их. Вот они. Вот они нам выровняли. Ровная линия. Здесь все вот так хорошо. Доплели до середины задней стенки. Все, три рядочка наши закончились. Смотрим вот по нашему конструктору, да. Смотрим по нашему конструктору, чтобы линия была ровная. И теперь нам нужно спрятать наши рабочие трубочки. Так как у нас веревочка, то мы можем спокойненько продернуть сквозь витки шпажку и нашу трубочку сюда запрятать между виточками. А вторую трубочку рабочую прячем к следующей нашей стойке. Так, вот таким образом прячем. Все, рабочие трубочки больше нам не пригодятся. Мы на финишной прямой. Спасибо. 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 Спасибо.